Мам, я хочу принять и славу. В смысле русское? Прямо русское? Я говорю, да, русское. В смысле? Надо свечку поставить. Кому ставить, что ставить, непонятно. Как тебя занесло-то? Только не надевай платок. Я говорю, так бывает? Она говорит, да. Я Полина, мне 29. Я живу в Москве, и я по профессии парикмахер-стилист. Всю жизнь я прожила с рождения в Москве. Церковь я посещала с детства. Были определенные моменты, которые меня раздражали, и я их не принимала. Для меня не совсем понятно, как может быть в набожном месте, где люди прям молятся. Понимание денег, которые все говорят, ааа, деньги грязь. Второй момент связан был с иконами. Когда ты заходишь в церковь, куда бежать? В какое место? Кому молиться? За здравие, за упокой? Иди к святому Георгию или там еще к кому-то. Ты думаешь, а как к нему правильно обращаться? Потом ты стоишь и думаешь, а зачем этот посредник нужен? Если ты в итоге можешь напрямую обратиться к Богу. Меня зовут Амина, и я русская мусульманка. Я вообще из города Хабаровск. У меня была соседка, она по национальности ингушка. То есть она ходила в платке, в юджабе. И когда-то я осталась у нее с ночевкой. И пришло время намаза, то есть пришло время молитвы. Она встала на ковер и начала молиться. Начали возникать вопросы. Кому она молится? Зачем? С такими широкими глазами она начала рассказывать про весь ислам. Я такая думаю, ну, прикольно, удача. У всех бывают такие сны, после которых ваша жизнь не может быть прежней. Я проснулась с необыкновенным наполненным чувством. Меня настолько распирало изнутри, но я не могла вспомнить, что мне снилось. Спустя где-то месяц я наткнулась в рекомендации видео в YouTube. Там выкладывали ролики братья, сестры, мусульмане о том, что люди другой национальности приходят в ислам. И я натыкаюсь на видео. Я вижу девушку в мечети, которая принимает ислам. Но у меня флешбеки. Мне на картинке показали мой сон. То есть я понимаю, что мне снилось я в каком-то здании и повторяла за вселенной непонятные мне слова. Это знак. Знак для того, чтобы хотя бы начать изучать. Буквально через три месяца я уже поняла, что без ислама я жить не смогу. Меня зовут Полина, и я русская, которая приняла ислам. Родилась я в городе Герои Ленинград. Вся семья у нас крещеная. Как мне кажется, что это... Ну так надо покрестить. Так правильно. Так же все делали. Ходили в церковь, да, надо свечку поставить. Ну, а, надо, значит, надо купить эту свечку, пойти поставить. Кому ставить, что ставить, непонятно. У меня был молодой человек, родом из Дагестана. Он позвал. Давай посмотришь Дагестан. Я приехала туда на неделю. Последние три дня я пошла сама гулять по Махачкале. И что-то начало. Какая-то, наверное, песчиночка вот этого с Каспийского моря мне упала сердечко. Я начала смотреть. Смотрю, девчонки покрытые ходят. Смотрю, придерживаются религии. Смотрю, где-то намаз совершаю, там, на улице, кто-то в кафе, еще что-то. Я так интересно думаю, да, вот это классно. И, значит, улетаю. Сижу в одном вот из баров. И у меня мысли, Поль, что-то ты не в своей тарелке, ты не на своем месте. И просто в один момент пора идти. Вышла. Я хочу купить платьев, приходит мне мысль. Длинных, в пол. Я поехала на Праксин двор. Приезжаю туда. Я подходить начала к женщинам, там, продавцам. Говорю, где платье, где можно купить? Они говорят, ну, там. Я такая прихожу туда. Такой прекрасный магазин исламской одежды. Я тогда выбрала три платья. И стою мнусь. Вот так. Стою мнусь, они на меня смотрят. Я говорю, что такое хиджаб? А они мне говорят, ну, вот, говорит, смотри, вот. Я говорю, а как оно? Она говорит, вот отдельно шапочка и отдельно платок. Я говорю, а померить можно? Конечно, можно. Я не надеваю белый хиджаб, а не надеваю. И все, я так же и заревела. Стою, реву. Я говорю, вы серьезно? Она говорит, да. Я говорю, так бывает? Она говорит, да. Я понимала, что есть создатель, да, что у него много имен. Но он один. Наверное, как человек, который любит систему и порядок, мне было очень важно относиться к какой-то конфессии. При школьной программе нас пригласили экскурсию религии Москвы. То есть посетить разные места от церквей. И вот мы посетили как раз мечеть. Когда я уже зашла в мечеть, знаете, приходишь и находишь свой дом. Окончательное было уже принятие решения в моей голове, когда я познакомилась с мужем. У мамы сразу был вопрос, только не надевай платок. Потом надень платок, зачем замуж выйдешь наденешь? Я сказала, хорошо, и через неделю покрылась. Мама сказала, я тебя приму любую абсолютно, чтобы там ни было. Только бабушке не говори. Бабушка там, знаете, комсомол у меня на заводе в две смены. Она и бабушка до сих пор не знает. К сожалению, мой народ, русский народ, от меня даже, можно сказать, отказался, а другой народ меня принял. Три года жизни в исламе звучит постоянно предатель. От своего народа. В лице тех, кто был этнический мусульманин, либо там исторический, всегда с позитивным подходом. И все такие, ты приняла ислам, машала, машала, здорово. Вы знаете, сколько у женщины привилегий в исламе? Человек думает, что ты должна сидеть дома, и только детей растить, и готовить, еще стирать, убирать. Мы этого не обязаны делать. Мы там с мужем обсуждаем, и я говорю, вот это нельзя, вот это нельзя. Он говорит, ну почему так говорит? У нас первый бизнесвумен на Востоке, вообще это жена пророка Мухаммеда. Если вы видите женщину в платке, вы же делаете мнение обо всей религии. То есть если пройдет девушка в платке, если она будет грустной, она там будет с какими-то синяками, вы же подумаете, что, блин, ее походу мужик унижает. Мне кажется, на меня смотрят старшее поколение аж вот так вот бывает, да. Буквально вчера я шла, на меня глянулся мужчина с ребенком, и типа, не смотри, не смотри на меня. Каких-то негативных нападков нету. По сути, их и не было. Единственное, что постоянно спрашивали, ты кто татарка? Ну, когда я говорю, что я русская, никто не верит. Езжайте домой, мне вот так всегда говорят. Вот, понаехали. А я говорю, а я дома. Стереотипность телевизоров. Все же думают, что ислам что это? Талибан, Афганистан, Аллах Акбар, убить, взорвать. Этим летом я шла возле озера, и мне кричали вслед Аллаху Акбар. Ну, то есть они думают, что это неприятно. Переводится как «всевышний велик», это как «слава Богу». Мне так приятно. Я говорю, спасибо. Вы откройте Коран, прочитайте хотя бы перевод Корана. Ислам – это взятое слово «мир». Чму ассалям алейкум, да, «мир тебе». То есть религия мира. Это про добро, и я очень хочу, чтобы вот эта основа, она как раз была в моих детях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!